Мы ставили задачу до конца года пройти диспансеризацию. Я хотел бы просить Сергея Павловича, какая обстановка и что необходимо сделать. В плане до конца года побывать у медиков и пройти диспансеризацию должны более чем 110 тысяч человек. На сегодняшний день, по словам Сергея Мирясьева, в полном объеме получили рекомендации лишь 80 тысяч. 6,5 тысяч человек обратились в больницу, но так и не завершили обследование. Из числа прошедших диспансеризацию, обращаю внимание, 56% жителей нуждаются в дополнительных обследованиях и консультациях специалистов. За 10 месяцев впервые удалось выявить более 4,5 тысяч заболеваний, в том числе это болезнь системы кровообращения, злокачественного оргазовода, болезнь органов пищеварения, дыхания и прочее. То есть основные причины смертности населения. Эти цифры ярко показывают эффективность диспансеризации, говорит Сергей Мирясьев. Осмотр проводится бесплатно и не занимает много времени. При выявлении каких-либо отклонений пациента направляют на дополнительное обследование. Как отметил Рамиль Мулин, это позволяет обнаружить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и назначить своевременное лечение. При раннем появлении онкологии человек может жить 20, 30, 40 лет. Сейчас технология позволяет. Есть сегодня прекрасные гамма препаратов отечественных импортов, которые позволяют все контролировать. Просто нужно вовремя проходить эти медосмотры. Если есть отклонение детей к доктору и дальше корректировать свои здоровья. Наши здоровья в наших руках. По итогам доклада Рамиль Мулин поручил усилить работу в этом направлении. Еще одним докладчиком сегодня была начальник управления социальной защиты Светлана Власенко. Она рассказала, как проходит подготовка к стартующей уже совсем скоро ДКД инвалидов. Их в Нижнекамске более 16 тысяч. Проведено более 220 праздничных мероприятий. Большая часть которых направлена на устранение отношенческих барьеров, демонстрацию успехов и достижения взрослых и детей с ограничениями здоровья. Ежегодно проведение мероприятий, акций дополнительной поддержки людей с ограниченными возможностями в рамках ДКД инвалидов затрачиваются немалые средства. Только из муниципального бюджета на эти цели будет выделено более 4 миллионов рублей. Также предприятия и организации города планируют оказать поддержку своим сотрудникам с инвалидностью и их семьям. По традиции по льготным ценам мужественные люди смогут посетить бани и парикмахерские. А тех, кто не может выходить из дома, посетят специалисты и вручат подарочные сертификаты. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости Татарстана.